Безопасно ли пассажирам в аэропорту? Во всех главных жизнеобеспечивающих и транспортных объектах страны идет усиление работы по обеспечению безопасности населения. Сегодня наша съемочная группа побывала в аэропорту Якутска. Рассказывает Любовь Васильева. Сегодня в порту города Якутска в зале ожидания один пассажир оставил без присмотра верхнюю одежду. В результате быстрого реагирования правоохранительной службы и кинологов порта было уточнено, что забытая вещь безопасна. Как всегда, очень слаженно отработала пара кинолога Максима Коновалова и лабрадора Джаза. Они все у нас работают по новой методике, методике кликер дрессировки, то есть каким образом происходит обозначение искомого запаха. Допустим, если собака, ну, либо нашла, да, допустим, если мы идем обход делаем, либо там закладки делаем, если она находит, она замирает, то есть указывает источник запаха носом. Таких случаев, как сегодня, сотни, а может и больше. Просто благодаря работе всех групп эти события не доходят до пассажиров. В этом и заключается главная цель, чтобы все те, кто попал в терминал аэровокзал, чувствовал себя комфортно и не беспокоился по вопросам безопасности. Совместная работа наша, конечно, дает свои плоды и мы, конечно, хотим, чтобы все полеты равнялись, все взлеты равнялись посадкам воздушных судов, чтобы наши пассажиры, как положено, долетели куда им надо и, как говорится, в аэропорту обеспечиваем, то есть стараемся, все эти моменты все исполнились. В аэропорту каждый пассажир проходит два пункта досмотра. Каждый раз инспектора тщательно проверяют содержимое любого багажа, ручной клади и проводят осмотр металлоискателя. В наш 12-часовой рабочий день у нас получается где-то 500-600 человек мы обрабатываем, только пассажиров. Вот, пассажир проходит через рамочку, он выложил все металлическое, я его досматриваю на случай тот, чтобы, ну, как бы ничего у него не оказалось. Допустим, бывает там вот что-то у нас подозрительное, вот, допустим, содержимое бутылок каких-нибудь. Мы обязательно вскрываем в паре с моим коллегой, просим его вскрыть, рассказать, что за содержимое, что можно. У нас, например, допустим, нельзя провозить спиртное в ручной клади, то бишь, если везет пассажир спиртное, мы попросим его, как бы, выложить в багаж и продолжать дальше полет свой. Петербургские события послужили поводом по принятию ряда важных мер по обеспечению безопасности на территории аэропорта. Совместно с Северо-Восточным литейным управлением на транспорте, Росавиацией, Росгвардией уже ведется работа по усилению мер безопасности. Хотелось бы предупредить, ну, попросить население, граждан, пассажиров нашей республики, что им нет повода для беспокойства, обеспечения транспортной безопасности, ну, на территории аэропорта Якутск, меры все принимаются. Основной массовый пассажиропоток в аэропорту идет до обеда. В это время вылетают рейсы в центральные города России. Каждая смена по охране правопорядка ведет патрулирование на привокзальной площади, на аэродроме, в самом комплексе. Таким образом, пассажирам, провожающим и гостям, прибывшим в столицу, нет повода беспокоиться по поводу обеспечения безопасности.